В результате короткого замыкания на втором этаже произошло возгорание в серверной. Оргтехника и горючая загрузка. Проводится эвакуация и досчитались одного человека. Внимание, пожарные приборы. В зоне, где вы заходитесь, обнаружено сутрение. В районе актового зала 228 кабинет. По легенде учений, на втором этаже колледжа в серверной разгорается пожар. Однако до начала борьбы с огнем руководитель тушения решает спасти оставшегося в здании студента. В роли условно пострадавшего выступает тренировочный манекен. Его эвакуируют на улицу и передают прибывшим на вызов медикам скорой помощи. Далее огнеборцы отрабатывают задания по спасению из задымленной зоны сотрудника газодымозащитной службы. Дополнительный СИЗО к месту пожара и личный состав, пребывающий по повышенному номеру. Ваши пострадавших не обнаружено. В первом же длине осталось ростом. Я за другую защитнику вводим в корету скорой помощи. Пожарно-тактическое учение проводится в тренировочных целях. Так, руководящий состав нефтьюганского пожарно-спасательного гарнизона учится ориентироваться на месте пожара, проводить эвакуацию людей, умело располагать технику на территории и отрабатывает боевые действия по тушению. Из-за отсутствия ввода столов на тушение в достаточном количестве площадь пожара увеличится до 100 квадратных метров полностью второй этаж. Отработали дополнительную вводную по увеличению площади пожара. Из-за отсутствия достаточного количества стволов на тушение пожара произошло увеличение площади пожара. Соответственно, на данный момент сейчас будут вводиться дополнительные силы и средства для достижения локализации пожара. По легенде, обстановка стала критической. На место ЧП привлечены силы и средства пожарных подразделений Пытьяха, Усть-Югана и Нефтьюганска. Здесь же работает временно сформированный штаб, планирующий действия по тушению. Бороться с огнем решено сразу с трех направлений. Условное пламя в здании обозначено красными флажками. Мы готовим своих студентов и предперсонал к любым чрезвычайным событиям, и в том числе к возникновению пожара. Мы периодически, с определенной регулярностью проводим такие тренировки, когда студенты по сигналу пожарной тревоги выводят, идет отработка именно технических действий. По учебной тревоге в этот день было эвакуировано 95 студентов и 9 сотрудников учебного заведения. После этого пожарные спасатели ознакомились с внутренним устройством объекта и взяли на заметку его характеристики. Еще одним важным этапом учения стало подведение итогов и детальный разбор погрешностей. Оценка за проведение данного тренировочного пожарно-тактического учения удовлетворительна. Ошибки с личным составом разобраны и, соответственно, к недопущению в дальнейшем. В совместном разборе также принял участие руководитель межотраслевого колледжа. Учитывая, что пожарная машина не без труда смогла въехать на территорию, организаторы пожарно-тактического учения порекомендовали увеличить ширину раскрытия ворот. Лилия Матиенко, Данил Илебаев, телекомпания Пытьяхинформ.